Передвижная выставка советские военнопленные в Норвегии создана в Кайвеческом музее на основе документальных материалов постоянной экспозиции Центра Фальстад. Это правозащитная организация, которая занимается опознанием советских граждан, погибших на норвежской земле в годы войны. Тема заявлена в самом названии, но для нас это очень малоизвестные страницы, практически совсем неизвестные страницы, которые затрагивают драматический период в истории страны и отдельных людей. Когда, начиная прямо с 1941 года, в лагерях, организованных на территории оккупированной Германии и Норвегии, было сосредоточено 100 тысяч советских военнопленных. Среди экспонатов выставки – исторические фотоснимки, на которых видно, до какого крайнего истощения доходили советские военнопленные. Уникальные архивные фотодокументы рассказывают об их рабском труде жестоких условиях существования, а также взаимоотношениях с местным населением. Норвежцы оказывали большое сострадание и сочувствие советским военнопленным. Они, обходя законы того времени, помогали им, передавая теплую одежду и еду. В годы Холодной войны правительство Норвегии провело операцию «Асфальт». Стихийные установленные во время войны надгробия и захоронения были перенесены на остров Хьот. Так многие фамилии погибших вместе с могилами были утрачены. На сегодня известно имена только 800 человек из 8 тысяч перезахороненных на острове. В 2000-е годы правительство Норвегии вместе с общественными организациями вступило в проект «Могилы должны заговорить». Примерно так он звучит по-русски. Его цель – восстановить имена погибших на норвежской земле. Основными документами их поиска являются учетные карточки. Ими увешана выставка. Внимательно изучая эти карточки, были обнаружены имена уроженцев Ульяновской области – Калинникова Алексея Николаевича из Сурского района и Табакова Григория Семеновича из Теренгульского района, умерших в Норвегии в 1943 году. Выставка будет работать до 1 апреля. Дальнейший ее путь – Самарская область. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.